В канун нового 2021 года прокуратура Соединенных Штатов выдвинула обвинение одному из самых одиозных олигархов Украины Игорю Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову. Суть обвинений заключается в том, что два этих товарища потратили присвоенные выведенные деньги из приватбанка на покупку недвижимости в штате Огайо, а также Кентукки и Техасе. Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов получили мошеннические суды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в киперском офисе приватбанка, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты. В целом, по данным Министерства юстиции, недвижимость в трех штатах США оценивается в 60 миллионов долларов. Ну что же, похоже, что Беня и Гена таки приплыли к вполне логичному завершению своей карьеры как минимум в Соединенных Штатах. Клеймо подследственного в США – это окончательный и бесповоротный конец деловой репутации. Отныне от компаний структур, аффилированных с данными товарищами, будут бежать как от чумных. Наличие их в партнерах по любому роду деятельности – это потенциально огромные риски для любого предприятия, поскольку хватка прокуратуры США, особенно в финансовых вопросах, железная. Ну и, конечно же, географические проблемы для Бени и Гены также только начинаются, поскольку недвижимость, купленная на ворованные у Украины деньги, есть не только в Штатах. Товарищи неплохо так затарились элитными квадратными метрами в Лондоне и Израиле, Швейцарии и ряде других стран. Что светит Коломойскому и партнеру, если это дело раскрутят на полную? Вероятнее всего два варианта – получить по полной как Лазаренко или стать Фирташем. Коломойский, что ни говорите, ценный кадр и кладезь полезной информацией, особенно в отношении, кто кого пользует и торгует в Украине. Многим очень невыгодно, чтобы прокуратура США плотно взяла его за тестикулы, учитывая, что Коломойский не больно-то светится в прессе в последнее время. Он прекрасно понимает, что стал угрозой в том числе для своих же шутов, сделанных властью. И вариант Лазаренко, и вариант Фирташа – для Коломойского одинаково плохие – оба сулят огромные расходы на юристов и даже в случае максимально положительного исхода без посадки на Кичу, активы вероятнее всего будут конфискованы, а Коломойский, как уже говорилось ранее, станет токсичен как бизнес-партнер. Ну и конечно же стоит понимать, как это повлияет на политические процессы в Украине. У США появился огромный рычаг влияния на Зеленского, который без сомнения является ставленником Коломойского, пусть он и дистанцировался на некоторое расстояние. Впрочем, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы замечать то, что многое работает в стране в интересах олигарха. До недавнего времени даже электричество закупали на России в пользу бениных предприятий. Теперь же Зеленского у США будет спрос в виде плотно взятого за жабры олигарха. У нас же будет лишний повод посмотреть на поведение Зеленского и оценить степень лояльности к стране или же своим шкурным интересам. Зеленский для тех, кто не в курсе, повязан с Коломойским не только тем, что стал президентом с его подачи. Он же весьма прочно влип и в финансовые махинации с тем же Приватом. Еще до того, как Зе стал выступать с новогодними поздравлениями в качестве первого лица на связанных с его компаниями счетах, были обнаружены миллионы долларов, которые явно имели отношение к отмыву денег из Привата. То есть вы поняли, почему проблемы Коломойского с прокуратурой США – это не только его проблемы, а проблемы очень многих, в том числе влиятельных людей. Коломойский просто стал ниточкой, связывающей всех этих товарищей в один коррупционный и откровенно бандитский клубок, который должен показать, как десятилетиями грабилась Украина, за какие шиши и заслуги, такое как Зеленский, смогло стать президентом. В общем, дальше будет интересно, а Коломойскому, который по слухам окопался в родном Днепре и не высовывается оттуда, судя по всему, время сушить сухари.